Уважаемые коллеги, я попробую на какие-то вопросы, которые сегодня уже позвучали, может быть, ответить, какие-то вопросы новые озвучить. Потому что действительно у нас с нормативкой проблемы, эмоциональное выступление действительно имеет право на жизнь. Однако, наверное, не все вещи, которые коллеги-проектировщики могут попросить, мы можем нормативно зарегулировать. Потому что то, что сегодня звучало, ширина полосы под улицей дороги от 60 до 90 метров, это часто определяется не проезжей частью. Нет ширины тротуаров, а необходимость прокладки магистральных сетей, обслуживающих территорию. Это объясняется тем, что у нас застройщик пытается поднять стены по красным линиям, и даже выводные колодцы он пытается вывести в пределы территории общего пользования. Поэтому эти вещи, они все действительно будут колебаться, это та часть, которая, наверное, не поддается нормированию на уровне документов. А вот то, что связано с геометрическими параметрами, с удовлетворением транспортного спроса за счет геометрии улиц, дорог, автомобильных дорог, загородных, это должно у нас нормироваться. Эта работа сегодня идет, она идет и по автомобильным дорогам загородным, по заказу Федерального дорожного агентства, эта работа идет и в Минстрое для городских улиц и дорог. И мы пытаемся с коллегами поставить эту работу не только на основе зарубежного опыта, но и на основе тех измерений, которые мы делаем на транспортных потоках наших на территории Российской Федерации. И об этом я сегодня и хотел рассказать. То есть у нас есть несколько основных таких узких бутылочных горлышек, которые сегодня не занормированы, но они создают затруднения в движении, они препятствуют удовлетворению транспортного спроса страны пользователей. Вот у коллеги из Тюмени был великолепный слайд, где по протяженности улицы изменение пропускной способности. Это как раз показ был тех бутылочных горлышек, которые мы имеем в реальной жизни. Одни из самых проблемных мест это зоны переплетения транспортных потоков, когда у нас вблизи примыкание и отмыкание. Здесь я специально сделал несколько моделей зон переплетения. Это самый простой, когда человек выезжает по свободной сети и перестраивается. Взаимно переплетение двух автомобилей. Когда у нас потоки поплотнее, у нас постоянный взаимный обмен автомобилем по полосам. И в реальности то, что мы имеем в Москве, это постоянное перестроение, достаточно хаотичное, если мы имеем короткую полосу переплетения. И она создает препятствия движению. И люди ищут тот интервал, в который можно встроиться. И человеку важно за то время, что он проезжает эту зону переплетения, не только перестроиться. Время не только на перестроение само, но и время на поиск интервалов, в которые можно встроиться. Потому что если мы говорим, скажем, для примера взять М4 Дон с разрешенной скоростью 130 км в час, это 36 метров в секунду. Если мы берем нашу нормативную переходную скоростную полосу, это 180 метров. Время проезда по СП это 5 секунд. Боковое перестроение у нас мы перемеряли в прошлом году. Перепроверяйте данные, которые были. У нас сохраняется это примерно 1 метр в секунду боковая скорость. То есть 3 секунды из 5 на перестроение. 2 секунды, чтобы посмотреть в зеркало, оценить ситуацию. А если идет по правой полосе плотный поток, и человек не может встроиться, он уже автоматически вылетел за пределы перехода скоростной полосы. Ему места не хватило. Второе узкое место, о котором уже сегодня говорилось, это пересечение в одном уровне. Если мы имеем пересечение без право-влево-поворотных полос, все, что мы можем на пересечении, это варьирование снижения пропускной способности то ли в 2, то ли в 3 раза. За счет игрой фаз, положительную фаз в светофорном цикле. То есть ничего больше мы с вами выиграть не сможем. Если у нас бесфетофорная полоса на перегоне пропускает до 2000 автомобилей в час, суммарно одна полоса по всей направлении на регулированном пересечении у нас может взять 1400 с обоих направлений сразу, если сложить. То есть, в принципе, 1000 по полосе – это максимум, что мы можем пропустить на светофоре. Соответственно, обязательно, если мы хотим уравнять пропускную способность перегона и пересечения право-влево-поворотной полосы, но расчет этих элементов тоже достаточно сложная получается модель, потому что основное условие, которое мы должны выполнить, это не допустить перекрытия либо поворотной полосы очередью на прямое направление, либо не допустить перекрытия прямого направления очередью на поворотное движение. Соответственно, то, что уже у нас сделано, это проведены измерения распределения интервалов в транспортных потоках на бесфетофорных магистралях, построены модели поиска интервалов, рассчитаны длинные переходы скоростных полос. Сейчас работаем с поворотными полосами, померяны ускорения, замедления. Большой вопрос для нас сегодня – это расчет длины очереди. То, что у нас делается, у нас единственная модель расчета длины очереди в стране – это методические рекомендации 1980 года для городских улиц и дорог. Дальше мы можем базироваться только на зарубежных работах. Во что это все сегодня вливается? Как Александр Иванович уже сегодня говорил, мы ждем, вчера Александр Иванович говорил, что мы ждем в этом году утверждения свода правил улицы и дороги населенных пунктов. Да, документ он несовершенный, но это тот шаг, который необходимо было делать, чтобы дальше на основе него можно было развиваться и двигаться дальше. Мы на основе этих измерений летом этого года ожидаем выхода двух предварительных национальных стандартов на кольцевые пересечения и на пересечения в разных уровнях. И сегодня работаем по проекту национального стандарта на пересечении в одном уровне перекрестки. Этот документ мы надеемся в августе вывесить на публичное обсуждение на сайт Росстандарта, поэтому всех приглашаем посмотреть, покритиковать, дать ваше замечание. Спасибо. 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 Спасибо.